Бог меня помиловал, как Он меня нашел и помиловал. В Библии есть место, сказано, что не по делам нашим, не за то, что мы их совершили, а по любви Его и по милости. Он помиловал нас. Я хочу рассказать историю, когда мне было 20 лет, с 20 и до 32. Я работал, в 20 лет я работал на стройке. И как-то мои родители, у меня бабушка была верующая, когда маленький был, в костеле был прислужен, он как бы всего этого не понимал. И получилось, моя мама уверовала, к ней начали приходить верующие люди. Сразу приходили следители Иоговы, как бы так получилось. И потом она пошла в церковь, веровала. Ну, и я был как-то тоже, вот 20 лет пошел в церковь, в пятидесятническую веру евангельскую. Вот это я сам из Беларуси, он из Беларуси, и ходил месяц где-то два. Вот ходил, первый раз покаялся в 20 лет. Вот ходил, ну, жизнь, которая была за пределами Бога, она была намного интереснее. Вот можно было делать все, что хочешь. Почему, как бы, я сейчас понимаю, что тяжело оставить этот греховный мир. Вот, а благодатью Божией намного лучше жить. То есть, и все, я входил, потом ушел в церковь, я не ходил. Вот, прошло года два где-то, вот, меня забрали в армию. Вот, 24 года я пошел в армию. Отслужил, все, пришел из армии. И все, начал тоже работать по стройкам, там, на монтаже. Работал, все нормально, все хорошо. Вот, переехал. Как-то у меня много времени свободного оставалось. Я думаю, надо чем-то заняться. Вот, и я пошел заниматься боксом. Занимался боксом, потом друг говорит, пошли в качалку. Вот, я стал боксом, ходил в качалку, и как-то получилось так, я попал в охрану. Начал работать в охране. Около шести лет я проработал в охране. Во всех сферах полностью проработал. И всегда мне мать, а мать моя уже веровала, она уже заключила завет с Богом. Она уже, и она все время мне рассказывала. Вот, я тоже был, потом еще походил месяца, полтора где-то в церковь. Вот, я, как бы, ну, знал Бога. Ну, не так, как оно есть. Я ходил, вот. Ну, и всегда где-то какие-то, если ситуации были, я всегда призывал имя Господне. Я зарабатывал очень много денег. Вон были клубы, где приходили очень богатые люди, оставляли очень чаевые, хорошие. Вон, это было в Белоруссии. Как-то мне друг, он предложил, он переехал в Санкт-Петербург. Вот, он в такси работал. И говорит, поехали, если ходишь в Санкт-Петербург. Ну, вот, ну, я говорю, ну, поехали, мне какая разница. Получилось так, что я приехал, но и у него не получилось со мной поехать. Он еще остался в Беларуси, говорит, там есть место. Вот, как бы, он сказал, что есть две недели, если у тебя получится как-то закрепиться, то... Ну, я ехал с полной уверенностью, что у меня получится. А вот я знал, что пойду в охрану, найдусь без проблем всяких, не знаю, такая уверенность была полная. И все, я приехал в квартире там. Ну, там жило пару человек. Вот, и я на следующий день, а у них на следующий день, я приехал в 5 утра, на следующий день я спросил, где у вас здесь клубы. И мне сказали, что есть на Думска, там, где гостиный двор, вот, туда. Я просто поехал туда и зашел в первый в вашей клуб, там был какой-то стриптиз-клуб, я не знаю, не помню название. Там мест не было, я заполнил анкету, сказали, что места будут, меня наберут. Ну, как бы, я рассказал, как я работал, вот, им понравилось. И мне в этот же день дали номер, я позвонил человеку, и все, я устроил, на следующий день я уже работал в клубе. А вот у меня сразу Бог так усмотрел, как-то получилось. Я еще не знал, что вообще, как будет. Бог усмотрел, у меня была смена 2,5 тысячи за 12 часов. Ну, то есть смену отрабатываешь, и деньги все время были. И получилось так, что когда я приехал в Питер, у меня какая-то очень сильная жажда появилась читать книги. Вот, очень сильная жажда появилась. И я читал психологию. Я очень, целый год изучал очень много там психологию. Я видео смотрел. Я брал из книг вот эти все рычаги управления, как все устроено, как навязывают людям неправильные ценности. Как люди тратят свое время, как между отношениями, как вот эти потребительские отношения люди навязываются. Я все вот это знал, я мог 10 часов без перерыва общаться. Я общался в клубе со всеми. И в каждой книге, которую я читал, там всегда было какое-нибудь переведено место, строчки из Библии. Вот, во всех книгах фактически 90% там было. Ну, мне мать все время сеяла, рассказывала, как бы я, ну, слушал, бывало, где-то не слушал. Ну, вот ее. Ну, уже я, как бы уже, когда начал, вот в Питер приехал, у меня такая жажда была очень сильно через эти книги, через психологию Господь мне нашел. Мне было очень интересно. Я людям рассказывал, что такое целомудрие. Все полностью рассказывал. Я рассказывал это, как все устроено. Вот, девушкам очень много рассказал. Форму, одежда, вообще полностью все. Как вообще манипулируют людьми. Как вот эта вся система манипуляций состоит в мире. Вот. Ну, я понимал, что что-то не то. Да, это все интересно. Но человек, он, сердце его не меняется. Даже один человек, я помню, я рассказывал, он бросил курить. Вот, я и начал и про Бога рассказать. Хотя я не знал, я Библию не читал. Я вообще Библию не читал. Мне когда-то, когда я первый раз покалился, мне подарили Библию. Вот. И я возил просто ее с собой, но я не читал ее. Вот. И все, я рассказывал, я искал Бога. Я по 5 часов, по 6 часов общался с людьми. Приходили в клуб. Они там отдыхали. И все, я знакомился без проблем с любым человеком. Мужчина, женщина, все. И все, им было со мной очень интересно. И я не говорю, ой, какой ты молодец, там тебя на книге писать, все остальное. Я понимал, что это не то. Вот. Что все это, ну, все это не то. Я им рассказывал. Говорят, что ты здесь в охране работаешь, что тебе на книге писать, все остальное. Вот. Я очень сильно в это погрузился. Я видел, как люди, я встречался с людьми, ну, не то что с одержимыми. Они тоже были, как бы, отчасти вот мудрые. Они рассказывали мне про какие-то другие вещи, про какие-то медитацию, про кольца. Все. Я понимал, я им рассказывал про Бога. Ну, хотя я ничего фактически не знал. Я, как бы, так поверхностно знал. Вот. Я понимал, что это не то, что, ну, что это вот эта мудрость вся, эта человеческая, это не то. Вот. Я искал Бога, я искал, искал, искал. И в один прекрасный момент получилось, это было 5 сентября, где-то 5, где-то вот 4, наверное, я шел по улице. И Бог меня коснулся, моего сердца. У меня минут 10 вот так вот слезы градом текли. То есть я все понял даже меньше, чем за секунду. Мне Бог этот последний пазл заложил. Вот, как есть фильм от этого была сеть, может, помните? Там такую таблетку выпивал только Бог, меня вот помиловал. Он мне вот это вот, мне все открыл, он мне призывал, помиловал, что не по делам, за то, что мы совершили. И мать моя, я могу сказать, моя мать, она 10 лет молилась за меня. Утром и вечером она все время склоняла колени, подавала записки. И Бог ей сказал однажды, что милость моя от твоего дома не отойдет. И вот, и получилось так, что Бог ко мне пришел, и у меня вот так вот слезы градом текли. Я через минуты 4 где-то набрал маму, я не мог по телефону разговаривать. Она испугалась сразу, что такое. Я как-то рот открыл, что-то получилось, и она говорит, Бог тебя помиловал. Ну, она сразу поняла. Вот, и Бог мне дал рождение свыше, дал дары. И все, я сразу же, я попал в церковь слова жизни. Я уже знал полностью все. Я в первое же служение сразу покаялся, вышел. А вот обновил покаяние, уже сразу все знал у меня. Ну, настолько это было радикально, настолько это было сильно, что было такое, что когда ты приходишь в церковь, первый там раз, второй раз, ну, тобой интересуются что-то и как. А я людям рассказывал про последнее время. Я читал Библию. Вот для меня было чтение Библии, каждый день я читал. Это то же самое, вот как я вот, вы находитесь в задомной комнате, она наполнена все черным дымом. И вот для меня то же самое, я из нее выскочил. И для меня эти вот слова из Библии, слова Божьи, они были как воздух. Я читал, мне было так классно. Я наполнялся, я переживал Бога. Я чуть ли не каждый день, я вот, ну, можете представить, что, ну, вот вы видите, у меня сильный мужчина, да. Я чуть ли не каждый день я плакал. Вот настолько Бог меня касался, настолько мне все открывало, как в мире вообще все происходит. Я целый год читал книгу «Откровения», в последнее время очень интересовался. Вот когда я бывал людям, проповедовал Слово Божье, они от меня убегали, верующие люди. Они не хотели со мной общаться, ну, было такое вот, как бы, ну, это было очень радикально. Вот, и потихоньку Бог, там, после года, ну, вот, получается, это полтора уже года, чуть больше. Ну, Бог мне открыл, как вообще вот это все, свидетельство. Вот. Вот, вот, встречу с Богом пережил, и моя жизнь полностью поменялась. Я жаждал вот этого, жаждал рассказывать людям, и Бог меня вот помиловал. То есть, жажду, и Бог, как сказано, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Вот. И Бог меня вот так вот нашел через это, и призвал, можно сказать. Господь, Он, да, Он любит всех. Он сказал, любовью вечную возлюбил тебя, и простер к тебе благоволение. Он возлюбил нас. Но не, это тяжело, ты подходишь, говоришь людям, тебя Бог любит, тебя Бог любит, да, да, да. Все понимают, что любят. У меня, я когда проповедовал Слово Божие, люди от меня были убегали. Вот, я людей грузил по часов, по пять, по шесть без остановки. Вот, я настолько читал Писание, я просто стихи выучил наизусть, они становились плотью. Вот, да, это все хорошо. Но я пришел к такому, что самое классное проповедование Евангелия – это дружить. Я это очень часто делаю. Ты идешь где-то по улице, ты можешь с кем-то познакомиться, купить кофе, помолиться. Самое классное Евангелие – это просто без лишних слов здесь помолиться. И Бог сам придет, и Он откроет. Вот, вот, хочу помолиться за всех, кто меня смотрит, что Господь Он никогда не оставит, что Господь Он всегда усматривает, Он вас любит. Господь, Он усматривает все в жизни полностью, Он никогда не оставит, никогда не покинет. Я всем советую начинать читать. Бог у вас может меня видеть, Он нашел в этих вот книгах, я читал, мне было интересно, я жаждал. Надо первый шаг сделать, интересоваться. Вот, если ты сделаешь к Богу один шаг, Он сделает к вам сто шагов, я вас уверяю, сделать только один шаг. Потому что Бог, Он уже сделал, Он отдал Сына Своего Одинародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И в том любовь, что не мы возлюбили Его, но Он возлюбил нас и отдал Сына Своего за умилостивление, за наши грехи. И сделайте просто один шаг, Он уже сделал навстречу. И Бог вас благословит, вы просто не представляете, как Он накроет стол в пустыне. Когда вот будут проблемы в жизни, Он выведет вас со всех проблем. Он хочет вас, Он ищет, как благословить вас. И никогда, то есть, за Иисусом до последнего вздоха. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok